Война Советский народ на свободную Родину встанет На земле, в небесах и на море На скопелке, в огушке, в урок Если завтра война, если завтра поход Пусть сегодня походу готов Полетит самолет Настрочить пулемет, на грохочут железные танки И линкоры пойдут, и пехотом пойдет И подчас на легкие сочарки На земле, в небесах и на море На скопелке, в огушке, в огушке Если завтра война, если завтра поход Пусть сегодня походу готов Инструктируя своих пропагандистов Адольф Гитлер сказал Что надо в борьбе Активнее использовать ложь Причем, чем более она будет чудовищна И неправдоподобна Тем скорее в нее поверят люди И потом с нас уже, когда мы одержим победу Никто не спросит Где мы говорили правду, а где была ложь Развивая идеи своего фюрера Один из самых близких, приближенных Гитлера Геббельс, министр пропаганды И надо сказать, что довольно Я бы сказал, умелый пропагандист Этого от него отнять нельзя Сказал, что ложь, повторенная тысячу раз Становится правдой Вот, к сожалению, начиная с Хрущева Все рассказы о Сталине, очень многие Были построены по этому гитлеровскому рецепту Почему товарищ Сталин 22 июня Не выступил перед советским народом В такой ответственный для страны час И первая ложь здесь была навеяна Хрущеву Когда Хрущев сказал, что якобы Сталин растерялся Испугался И не мог долго прийти в себя После нападения на нашу страну Фашистской Германии Ну, это чудовищная ложь Потому что Сталин человек Очень смелый Решительный Он профессиональный революционер А когда человек Профессиональный революционер Переходит Рубикон смертной казни Через повешивание Его запугать ничем не нужно Это знают все Поэтому не случайно Не случайно Жуков В воспоминаниях своих говорит Что я прошел со Сталином всю жизнь Сталин был очень смелый человек Потерялись все маршалы Потерялись все командующие почти Единственный спокойный человек Уравновешенный был Сталин Это ведь сказки Что там веселились Не знали Это все вранье Потому что Все были на местах Все члены Политбюро Даже Секретари Районных Значит Комитетов партии Москвы Тоже были все на местах Председатели Исполкомов Все были на местах Ну Не уже вот говоря Командующих Которые все были Тоже на местах И которые заранее Получили предупреждение О нападении 22-го гитлеровской Германии Оно было устное А потом было и письменное И вдруг Сталин уезжает из Кремля В чем причина И мне повезло Встретить Академика Приображенского Бориса Сергеевича Знаменитого специалиста По уху-горлу-носу Который 20 лет Лечил Сталин Сталин имел Очень слабое горло Очень часто болел ангинами Но Удалять гланды Отказывался И Борис Сергеевич Преображенский Рассказал мне При моей беседе с ним Уже конечно После смерти Сталина Все это было До этого бы он Никогда не сказал Наверное Потому что ему было запрещено Все эти Да и все кто общался С товарищем Сталином Они давали подписку О том что они вообще Никогда не будут Ничего разглашать В противном случае Будут Отвечать Вне судебного Порядки И он рассказал Что примерно Около двух часов Его вызвали В Волынске Это вот квартира Сталина Но это еще Ее иногда называют Кунцевской дачи Ближней Где собственно говоря И жил товарищ Сталин То есть Кремлевская квартира Он в этой квартире Не жил после смерти жены Фактически Он жил только В Волынске Вот говорит Что когда Говорит Я приехал То меня встретил Начальник охраны Сталина Комиссар государственной Безопасности Лазик Который сказал Что профессор У нас очень тяжело Болеет Товарищ Сталин Мы просим вас Посмотреть Что с товарищем Сталин Но помните Что это Важнейшая На сегодня Государственная тайна И когда я вошел Говорит Вот в эту большую комнату Вот там будут Эти самые фотографии То я увидел Что на широком диване Под теплым одеялом Лежит Сталин Вокруг него Боржом стоит Молоко Чай И товарищ Сталин Сказал Едва слышным Хриплым голосом Посмотрите Профессор Что со мною Я Второй день Не могу глотать Ничего не могу есть И очень себя Отвратительно чувствую И когда я Попросив разрешения Осмотрел горло Товарища Сталина Я пришел в ужас Сталину была Тяжелейшая Плегмонозная ангина То есть Нарыв в горле И когда я поставил Градусник Он был за 40 И я сказал Что товарищ Сталин Вас надо Немедленно Госпитализировать Потому что Иначе Иначе Можете Задохнуться Надо Вскрывать Нарыв Немедленно Сталин сказал Нет Этого делать Сейчас нельзя Вот Обстановка Не та Придумайте Что-нибудь Другое А пока Можете быть Свободным Можете идти На второй этаж И в это время Раздался Звонок Жуков Вот почему Жуков Ты сказал Что я Говорит Спрашиваю Вы меня слышите Товарищ Сталин Сталин Говорить не мог Поэтому он Хрипел В трубку И тогда Он сказал Что давайте Собирайте Членов Политбюро Быстро всех И сами С Тимошенко Поезжайте В Кремль Немед Я сейчас Приеду И вставая Вот держась За стены Как вот Лозгачев Рассказывал Из старости Его охранники Личные Держась За стены Не давая Возможности Его держать Он вообще Не значит Давал Его поддерживать Никогда Он значит Как говорит Соприказал Значит Подать К подъезду Машину Сказал Что едем В Кремль И в воспоминаниях Его Митрюхин Его личный Шофер Который Подал Машину Говорит Я вдруг Вижу Что из Дверей Выходит Тарис Сталин Какой-то Совершенно Ну Не для него Походской То есть Его качает Из стороны В сторону И я знаю Что Тарис Сталин Не пил Никогда Поэтому Я был удивлен Что Пьяный Больно И когда Он сел Около Меня Как всегда Вот На это Заднее Сиденье Которое Откидное Он всегда Ездил На Откидном Сиденье Сзади Шофера То я Увидел Что он Задыхает Вот Почему Выступать Было Поручено Заместителю Товарищу Сталина Вячеславу Михайловичу Молоту Потому что Сталин По состоянию Здоровья Выступать Не мог И Только 26 Будучи Тяжело Больным Он Начал Поручиться Субтитры Вторая ложь По гитлеровскому образцу Которая пошла с легкой руки Хрущева Это то, что якобы Советский Союз Не был готов К войне Причем Эта ложь Настолько Пронизала Многие произведения Да большинство тогда Что даже в нем участвовали Крупные военно Начальники Вот давайте посмотрим А что сами гитлеровцы Докладывали гитлеру Докладывали гитлеру И начальнику Генерального штаба Сухопутных войск Гитлеровской армии Гальдеру О первых днях войны 24 июня 1941 года Третий день войны Войска группы Север Почти на всем фронте Отражали сильные Танковые Контратаки противника 26 июня 1941 года Пятый день войны Группа армии Юг Медленно продвигается вперед К сожалению Неся значительные потери На стороне противника Действующей Против группы армии Юг Отмечается твердое И энергичное руководство 29 июня 1941 года Восьмой день войны Сведения с фронта Подтверждаю Что русские Всюду сражаются До последнего человека Лишь местами Сдаются Ну Откуда вот взялись Эти бегущие солдаты Без поясов За которыми гонялись Немецкие автоматчики Это были саперные части Саперные части Которые действительно Не были вооружены И которые находились На укреплении Новой границы Когда немцы Провели обходный маневр Они действительно Захватили в плен Эти саперные части Примерно было немногим Но больше 150 тысяч человек Вот это все пленные Которые были Остальных пленных По немецким документам Не было Под влиянием Ряда успешных Для Германии Боев 3 июля 41 года В дневнике Гальдера Появляется Более чем Оптимистическая Запись Не будет Преувеличением Если я скажу Поход против России Был выигран В течение 14 дней Но уже 11 июля 41 года 20 день войны От этого Оптимизма Не осталось И следа Командование Противника Действует Умело Пишет Гальдер Противник Сражается Ожесточенно И фанатически Танковые Соединения Понесли Значительные Потери В личном Составе И материальной Части Войска Устали А 17 июля Гальдер Записал Боевой Состав Наших Соединений Действующих На фронте Резко Сократился Любимец Гитлера Фельдмаршал Бок Который Должен был Захватить Москву Писал Про битву О Киеве Киев Блестящий Успех Но русские Как стояли Неразбитыми Так и стоят Передо мной И я не знаю Удастся ли Их Разбить Наконец Завершая Этот вопрос Следует Сказать Ну хорошо Если СССР Был готов К отражению Гитлеровского Нашествия В первые Месяцы Войны Советские Войска Понесли Значительные Потери А враг Дошел До Москвы Почему Для этого Был ряд Объективных Причин Советские Вооруженные Силы Имели Сильного Хорошо Вооруженного Противника На которого Работала Вся Порабощенная Им Значит Европа А до войны Германию Вооружали Соединенные Штаты И Англия Основные Ударные Силы Немецких Войск Которые В первые Дни Войны Превосходили Советские Вооруженные Силы В живой Силе И по Количеству Новых Танков Самолетов Были Укомплектованы Солдатами Имевшие Двугодичный Опыт Ведения Современных Боевых Действий И Одурманенных Нациалистической Фашистской Пропагандой Воевали Очень здорово Первое Второе Экономика Гитлеровской Германии Не в состоянии Была Выдержать Длительные Войны Отсюда Шли Авантюристические Планы Блицкрига Гитлеровцы Имели Новых Танков И Значит Самолетов В три Раза Больше Чем Мы А ведь Современная Война Это была Война Моторов И Только После Того Как Гитлеровцы Потеряли Своё Основное Преимущество Превосходство В количестве Новых Танков Самолетов А Советские Воины Накопили Боевой Опыт Пришли Победы В сражениях Под Сталинградом На Курской Дуге На Украине И в Белоруссии Таким Образом Победа Советского Народа В Великой Отечественной Войне Явилась Результатом Заблаговременной Подготовки Страны К обороне Мне Значит Довелось Дружить С помощником Товарища Сталина По военным Вопросам Минерал-лейтенантом Ермолину И вот Когда мы сидели Однажды С ним На даче Я его спросил Что вы Не Подвели Войска К новым Границам Вас Упрекают В этом Все Что вот Вы так Сделали И поэтому Надо было Бы подвести Мощный Ударный Кулак Создать И не было Бы таких Потерь И он Сказал Мне Рассказал Мне вот Такую Вещь То есть Это не Мой Вывод Это Вывод Павла Андреевича Как Сталин Выиграл Войну Сталин Вдруг Задал Мне Говорит Вопрос А не Слишком Ли Много Сведений Мы Получаем О Нападении На Нас Гитлеровцев Ну Кто Ж Такие Государственные Тайны Так Разбазаривают Мы Из шести Источников Дату 22 Не Кажется Ли Вам Что Нас Явно Подталкивают На То Чтобы Мы Подвели Наши Регулярные Часть Красной Армии К Новым Неукрепленным Границам Германия Не могла Выдержать Длительной Войны Против Советского Суть Блицкрига Состояла В том Что Как Только Основные Вооруженные Силы Советского Союза Будут Подтянуты К Новым Границам Используя Своё Превосходство В технике Превосходство В численном Составе Гитлеровцы Четырьмя Вот этими Клиниями Захватив Господство В воздухе Под прикрытием Прорывают Пронт Организуют Огромный Котёл Которым Добивают Советские Вооружённые Захватив И Тогда Советскому Правительству Будет Некуда Призывать Даже Своих Резервистов Потому что Они Потеряют Весь Командный Состав И Сталин Ещё До данных Разведки Пришёл К выводу Что Подвигать Ни в коем Случае Войска Границам Неукреплённым И Когда Гитлер Узнал Что Сталин Не подвёл Войска Границам У него был Институт И он Месяц Не выходил Никуда Как его Адъютант Белов И мы Его не видели Нам было Категорически Запрещено Где лево Говорить О Болезни Гитлера Начальник Немецкой Разведки Шелленберг В своём Дневнике Записал Всё Кончено Война Проник В результате Вот этой Гениальности Военной Сталина Наши Регулярные Части Оказались На 400 Километров Удалёнными От границы И протяжённые На огромном Протяжении По километрам То есть Задача была Такая Создать Неприступную Крепость В ходе Активной Обороны Ликвидировать Преимущества Гитлера Самолётов И танков И тогда Отбиться ПЕСНЯ ПЕСНЯ В архиве В архиве Сталина Секретно У меня Это Копия Оказались Конспекты Сталина Где он Изучал Все военные Сражения Известные В истории И не просто Подчёркиваю Тщательно Выписывал Почему Проиграл Тот или иной Как говорится Полководец Как было Выиграно То или иное Сражение Ну при гениальности Его конечно Вы сами понимаете Что это была Учёба Очень Эффективная Не случайно Ленин Посылал Ведь Сталина На все Фронты Гражданской Войны То есть Если Жуков Командовал Эскадроновом Гражданской Войны То Сталин Командовал Огромными Массами Войск Не случайно Жуков Выступая На параде Победы Сказал Что мы Победили Потому Что нас Вёл К победе Величайший Полководец В истории Великий Сталин Одним Из важнейших Мероприятий Если не Самым важным Была Ликвидация Так называемой Пятой колонны Накануне Войны То есть Ликвидация Иностранной Агентуры Только в 40-ом году И значит В начале 41-го года Было Ликвидировано 66 Хорошо Законспирированных Резидентур Германской Разведки В нашей стране Свыше 1600 Крупных Фашистских Агентов Из них 1400 В западных Районах СССР В результате Работа Работа Германской Разведки В СССР Была Парализована Она Не сумела Оказать Существенную Помощь Германскому Главному Командованию При нападении На Советский Союз Если Для Сталина Секретов В Германии Фактически Не существовало Гитлер Был Как он Сам Признал Впоследствии Лишен Какой бы то ни было Правдивой Информации О военных И экономических Возможностях Советского Союза О состоянии Его Значит Вооруженных Сил Начальник Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба Сухопутных Войск Фашистской Германии Генерал Типельскирх После войны В книге Роковые Решения Писал Что Гитлеровское Командование Было Полностью Лишено Возможности Получать Какие бы то ни было Сведения О деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего Советских Вооруженных Сил Что имело Роковые Последствия Для Гитлеровской Армии Типельскирх Пишет Определить Хотя бы Приблизительно Военную Мощь Советского Союза Было Почти Невозможно Шпионаж Не находил Для себя В Советском Союзе Никакого Поля Деятельности У немецкого Генерального Штаба Было лишь Приблизительное Представление О том На что Способен Советский Союз В случае Войны Вот То Значение Ликвидации Пятой Колонны Я не имею Возможности Об этом Сейчас вам Рассказывать Но я рекомендую Настоятельно Вам прочитать Книжки Вот эти Три книги Которые Показывались Там Очень подробно На документах Разбирается Заговор Тухачевского Убийство Кирова И другие Вопросы Надо сказать Что Этот вопрос Особенно Болезненный Он Также Подвергся Вот этой Чудовищной Клевике Когда мы Стали изучать Этот вопрос Оказалось Что массовых Репрессий Вообще Не было Как это Ни странно Звучит Сейчас Когда В 38 Году По статьям О контрактах Революционных Преступлений Органами НКВД Было Арестовано 52 372 Человека При Рассмотрении Их дел В судебных Органах Осуждены Были 2731 Человек Из них Расстреляно 89 человек И 49 641 Человек Оправданных Вот такое Большое Количество Оправданных Показало Что Ежов И другие Авантюристы И шпионы Создал комиссию Приполитбюро Под руководством Так называемого Шверника Члену Политбюро Который Совершил Один подлог Он Смешал Политических Рук Этих Самых Арестованных С уголовником И получилась Цифра Хотя Когда Вы Посмотрите На то Какой Процент Был В ГУЛАГе Политических Заключенных У вас Картина Будет Совсем Другая Причем Три Кандидата Наук Исторических Три Полковника Занимались Тщательным Изучением Этого Вопроса Не я делал Хотя у меня Такие документы Были Копии Но эти Три Полковника Которые Тщательно Готовя Докторские Диссертации Сумели Изучить И в одном Из номеров Военно-исторического Журнала Эти данные Были Опубликованы Надо сказать Что еще Одна Чудовищная Сказка Была О том Что Якобы Сталин Перед Войною Арестовал 40 тысяч С лишним Опытных Военно-начальников В результате Армия Оказалась Без Боевого Руководства И в результате Гитлеровцы Вот Нанесли Нам Такой Ущерб Когда Начали Изучать Этот Факт Оказалось Что Не Расстреляли А Уволили Действительно Накануне Второй Мировой Войны Почти Что 40 тысяч Командиров Разных По Разным Вопросам Это же Не Расстреляли В действительности Люди Были По разным Причинам Уволены И Лишь Небольшое Количество Арестовано За Контрреволюционные Преступления Когда Вы Начинаете Смотреть Вот Кадры Эти То Вы Увидите Что Никогда Как Вот Утверждают Некоторые Горе Историки Дивизиями И полками Не командовали Лейтенанты И капитаны А командовали Генералы Имеющие 20-летний опыт Служения В войсках Опыт В гражданской Войне В испанской Войне И в других Поэтому Вот Когда Вы Книги Будете Эти Читать Это Вопрос Болезненный Он Его Нельзя Изложить Две Минуты Но Здесь Надо Иметь Ввиду Что Сталин Опоздал С чисткой Органов Безопасности В результате Егода Длительное Время Находился На посту Руководителя ГПУ То есть Органов Безопасности И Сумел Засорить Их Агентурой Иностранной Которая Нанесла Нам Ущерб Вот Арестовав Ряд Наших Честных Хороших Людей Которые Оказались Безвинно Репрессированы Сегодня мы С вами Находимся На том месте Где Была Запасная Ставка Сталин В отечественной Но к счастью Она не потребовалась Но Эта Ставка Существует И Я считаю Одна Из величайших Заслуг Нашего Товарища Сергея Васильевича Корниен Который Воссоздал Этот Бункер То есть Воссоздал Этот Исторический Памятник И Одним Этим Он уже Вошел На века В историю Что бы Не было А вот Этот Вклад Его Сделанный В исторический Вот Эти Вот Памятник Исторический Это Конечно Величайшая Заслуга Сергея Васильевича И мы должны быть Все ему За это Очень Благодарны Что если бы Этого не было Не было бы Этого Бункера И народ Не мог бы Вот сейчас С таким интересом Приходит В этот Бункер Чтобы посмотреть На подлинные Вещи Товарища Сталина Которые Собраны Здесь И То что Это филиал Музея Вооруженных сил Это имеет Огромные Я пришел На стадион Директором Он был Конечно Очень В плащебном Состоянии Разваленный Разрушенный Вычеркнули У всех списков Спортивных Сооружений Потому что Какие-либо Соревнования Исправить Было просто Невозможно Дорожки Все были Загуглены Все Трибуны Были Просто Развалены И Веря Разгнила То есть Смотреть на это Глазами Даже не специалистов А уж не говоря О хозяине Просто страшно Ну говорят Глаза боятся А руки должны делать Мы собрались С коллективом На Такое Очень Историческое Совещание Это было 30 июня 1989 года Этот день Мы считаем Своим Днем рождения При днем Нашей независимости Потому что Коллектив Прямо решение Взять этот Запущенный Богом И судьбовый Объект В аренду Догосрочную С правом Выкупа Чтобы Вот Та база Которая Спортивная И историческая Она сочеталась И давала Той же Людям Днем рождения Днем рождения В один из Нашних дней Мы с нашими Военными Друзьями Начальниками Игорь Николаевич Родион Очень Тоже Загорелся Этой идеей Мы решили Эту стену Пробить И посмотреть Что же там За загадка Что же там За такая Лож Засекреченная Обстановка Что никак Нельзя было Раньше Это было Видите Самого Ну Ровно Какой документации Никто не Впускает И в архивах Естественно Именно Поэтому Нужно было Ну Методом 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 Русского Что называется Подхода С попором Ломом Зубилом И с помощью Какой-то матери Это делалось Разбит Когда мы Мы Проверили Одну Одну Из Дыр И Пролез Туда Вместе Значит С моими Друзьями Ну И Наружу Что там Есть Очень Большие Помещения Не просто Помещения А С особой Конфигурацией И Вот здесь Родилась Другая Муз К дню Рождения Сталина 21 Декабря 1996 Года Подготовить Этот Бункер К Открытию Сроком 15 Суток Шли Бои Полностью Засвоения Трансфернического Объекта Так Дал Заслово Министр Обороны Грузии Что Именно В этот День Будет Открытие Бункера И Конечно 21 Декабря В 18 часов Собрались Гости Временачальники Офицер Российской Армии Деятели Культуры И Историки И Было Прекрасное Собрание Офицерства Дали Сами Соб Слово В этом Поведи Должна Быть Всегда В памяти История В памяти Тех Преначальников Которые Вели Неспобеде А Самое Главное В памяти Тех Людей Которых Мы Время Время Должна Время Время Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На случай сдачи Москвы могло уйти как воздухом, так наземным вариантом, потому что отсюда есть тот туннель, по которому двигался или должен был выходить Сталин, незаметно, на тот же спортивный объект, прямо из кунда. Сюда вела автомобильная дорога подземная, как маскировка был построен стадион, а под трибунами стадиона располагалось какое-то военное соединение. Я считаюсь кадровым военным, я нигде об этом не слышал и никто об этом не знал. А буквально 10 лет тому назад это еще было все закрыто. Но здесь вот, наоборот, все делалось, чтобы это все засыпать, никто об этом не знал. И вот подвиг физкультурно-оздоровительного комплекса во главе с Корниенко Сергеем Васильевичем, в том, что они из ничего сделали историю. Они вытащили из-под земли вот этот исторический факт и показали это все людям. Я два года назад, когда здесь был, это все было засыпано щебнем, битым кирпичом, глиной. Сколько здесь надо было приложить рук и разума, чтобы привести такое состояние. Такие правды о Сталине есть не только в моих книгах. Меня радует, что в последнее время вышли книги других писателей, где расти вот этой правды пробиваются уже. И молодежь должна знать о том великом поколении, которое спасло их. Я не знаю, меня поражает безграмотность этих людей многих, но я понимаю, ненависть не имеет предела. Но глупость человеческая должна иметь предел все-таки. Если бы не Сталин, немцы бы нас всех уничтожили в печах. Ведь вы знаете, что вместе с планом Блицкрига был разработан план ОСТ, который предусматривал истребление советского народа за 30 лет после того, как гитлеровская Германия одержит победу. Что они покроют Сибирь лагерями типа Освенцима, где уничтожат, начиная с русского народа, советский народ. Вот это надо рассказывать нашим молодым людям, надо рассказывать товарищам, говоря о роли Сталина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok